Приветствую вас всех! Это самая будильная, где дает семечка, семечка. Кто такой семечка? Эта семечка – это человек, которого до себя запросил президент Порошенко до кабинета на передачу моего выплаты. И почему? Потому что руководство СБУ не было долучено СБУ Украины до этой операции. Порошенко пригласил вечером перед попыткой моего захвата дал главу киевского СБУ лично к себе и лично дал получение. Это, я знаю, абсолютно неопровержимое источество администрации президента. Почему? Потому что администрация, потому что и в результате курса этой операции на тот момент, в курсе этой операции, детали этой операции, я не знаю в целом ли курсе операции, но в детали этой операции не ставили непосредственно руководство СБУ Украины. Потом этот семечко поднял в 3 часа утра по тревоге группу «Альфа». Это отряд спецназначения СБУ Украины, который в свое время по приказу Януковича захватывал оппозиционеров. И эта группа «Альфа» пришла ко мне домой, сломалась без охраны. Но Порошенко решил поручить ему, этому семечку, семечке саму по себе позор, что президент Украины напрямую работает с главой подразделения, это показывает направление его мотков, осуществление этой незаконной операции. Почему операция незаконна? Потому что Печерский суд в лице Ларисы Цокол сказал следующее. Первое, она сказала, что «Жодных доказей». Она сказала, несмотря на громоздкие заявления темпрокурора Луценко в парламенте Украины, обратите внимание на цитату, «Жодных доказей злочиней, про которых мы говорим, не найдено, жодных доказей, не найдено, окрем показе двух противников в СБУ, агенте, в каких измене прозвища Зайца и Вовка». То есть судья Зайца и Вовка, которые по поручению Пети гнали со мной все это время, ну погоди просто какой-то, гнались по улицам, по крышам, по квартирам и продолжают гоняться. Это первое. Но второе, еще более важное, что она сказала. Окрим того, подтверждением этого факта, что Саакашвили Эбен не набывал статусу подозреваемого, будь я по криминальному провожению, есть тот факт, что подозреваемого ему вручили 8 декабря. То есть 5 декабря, она пишет, Саакашвили не был официально задержан. В статусе подозреваемого не был задержан. То есть судья Лариса Цокол и Печерский суд города Киева подтвердил, что вот эти бандиты, иначе это не назвать, когда человек выполняет бандитские приказы и действует как бандит, СБУ действовало как чистые бандиты, выкрали меня из дома, применили физическое насилие, не только по отношению ко мне, другим людям, без закона, без единого документа, который бы давал им право это делать. Они действовали как чистые криминалы, чистые бандиты, они получили криминальный наказ, но это не освобождает ни сотрудников Альпы, ни этого всеобщего, который непосредственно руководит дел операции, никого из них по решению Печерского суда они все уголовно наказуемы преступники. Сейчас нормально. Это раз. Это не мои слова, против них это решение украинского суда. Поэтому мы сейчас готовим из СБУ Украины за бандитизм, за нападение, за выкрадание, за похищение человека. Они меня сначала выкрали, а потом похитили. согласно решению суда, еще раз повторяю так это, и это подтверждено уже официально. Мы также готовим суд Европейский, суд прав человека, по которому я буду требовать компенсации за похищение, как подтверждено решение украинского суда. А когда в Украине сменится власть, каждый из них будет отвечать не просто за то, что они сделали со мной, а за то, что они делаются ежедневно с гражданами Украины, ежедневно по отношению к гражданам Украины, по отношению к бизнесу Украины. Они ходят, они посвящают бизнесменов, они их гнобят в этом изоляторе, они их держат без представ в течении 6 месяцев, выманивают у них, вымогают у них деньги и только после этого отпускают. Украине скобилось тысячи и тысячи случаев захвата, выкрадания и шантажа и дрекета бизнесменов, участников добробата, например, в случае с Анатолием Галом и другие, и других людей, которые незаконно... В моем случае, благодаря вам, что столько камер, благодаря международному сообществу обратили внимание, и потому я сейчас перед вами стою, а то я должен был сидеть в 100 метрах отсюда, в одиночной камере, которая тоже запрещена законодательством Украины, кстати. А еще раз говорю, вторая история, сегодня. Сегодня они меня пригласили в нарушении... Какую норму? Значит... Не, давайте. Нарушение 245-й статьи КПК Украины. Согласно этой статье... Правильно. Согласно этой статье... А я, в отличие от Луценко, уголовное право и процессуальное право я его хорошо изучал. Я, в отличие от Семочко, который вряд ли читал законы в перерывах между его бандитскими и выпадами, я хорошо знаю, что такое законы Украины. Приглашать... И они нарушают все правила. Приглашать подозреваемое лицо или обвиняемое лицо для совершения одновременно двух следствий действий в один день запрещено криминально-профессионным кодексом Украины. Что означает? Что сегодня они меня приглашили с нарушением права. Я мог бы закрыть на это глаза, но я не буду закрывать глаза на нарушение законов. Я юрист, который имеет несколько юридических образований, включая украинское образование. Я имею два диплома в области международной защиты права человека. Если я не смогу себя защитить, я не смогу защитить никого в Украине. Так вот, я заставлю этих людей, которые вместо того, чтобы стоять на страже закона нарушают закон ежедневно, я заставлю их правоохранителю системы Украины, я заставлю СБ Украины, я заставлю Генпрокуратуру Украины соблюдать закон по отношению не только ко мне, но по отношению ко всем людям Украины, по отношению к которым они ведут свои незаконные действия из-за личной корысти или из-за приказов Порошенко и других членов ОПГ, которые захватили власть Украины. Поэтому сегодня наш юрист объяснит вам, что мы делаем. Доброго дня всем. Докат Руслан Чернолуцкий. Мы хотим вам сказать, что сегодня сгідно повестки, которую направили СБУ в адресу Михаила Саакашвили, мы отримали повестку одну и в ней вказано две слідчие действия. На нашу думку, мы считаем, что это порушение криминального процессуального законодательства, потому что все процессуальные слідчие действия не есть не вкладами. Поэтому в однии повестки, которую Михаил отримал, вы помните, в суде, апелляционном в пятницу, вказаны две слідчие действия. А что саме? Вказан допит и вказано отримание зразков для экспертизы. Мы считаем, что эти слідчие действия одноразово не мают права проходить. Про это саме и пишет КПЗ. Также мы считаем, что слідчий не вказал, какие изразки будут выбираться для будущей экспертизы от Михаила. Поэтому мы просим перенести эти слідчие действия и разъединять их в окремые слідчие действия и на каждую слідчую действию направить на Михаила Закашвили повестку. То есть на допит окремо мы готовы прийти и надать на все вопросы и ответы. А также просим нам надписать повестку на окремую слідчую действию. Это отримание для экспертизы. Мы считаем, что только в таком способе будут выполнены требования процессуального законодательства. А на сегодняшний день мы зарегистрировали клопотание о перенесении слідчих в связи с незаконным поединением окремых слідчих в один день и за одной повесткой про виклик. Это клопотание мы сегодня зарегистрировали на имя Побряна Володимира Михайловича. Это старший слідчий, который направил повестку. Мы сейчас будем просить его вийти и отримать под розпис экземпляр для себя и перенести две слідчі дии. Мы готовы отримать новую повестку, которые оформлены вимоги процессуального законодательства, и прийти на окремую слідчую дию. Это для экспертизу в связи с этим процессу процессуальных действий. Я хочу подкрасить. Я хочу подкрасить. подкрасить. Чому я тут? Потому что я поважаю законы Украины. Я поважаю законы Украины. И первый раз, когда мы прибыли до генеральной прокуратуры, вы помните, мы прибыли, потому что была такая повестка была надана. И вы помните, что там было? Когда вышел представитель Луценко, мы ему сказали, что это дело не они должны расследовать, а должно расследовать СБУ. Вы помните, что они подняли скандал, что я уклоняюсь. А почему мы сейчас тут? Потому что в тот же день они согласились с тем, что мы сказали. Мы заставили прокуратуру следовать закону, мы их заставили это сделать. И поэтому они нас переадресовали сюда. То есть мы были правы, а Луценко, как всегда, был абсолютно неправ. То же самое происходит сейчас. В тот раз мы заставили их защитить закон, мы пришли строго по уставу. Вы думаете, мне приятно ходить каждый раз и тратить свое драгоценное и ваше драгоценное время по хождению по этим темным кабинетам для ответа на фейковые обвинения, над которыми смеется весь мир. Почитайте журнал экономист, Washington Post, Le Monde ганебные изменувачения. Одни слова. Вся мировая пресса сказала это ганебные фейковые изменувачения. Можете перевернуть, еще я скажу. Вся цветовая пресса. И то вы думаете, что мне приятно ходить каждый раз и каждый раз откладывать? Неприятно. То, что весь мир над ними смеется и Украина это позорит, как страну, мне как патриота Украины очень неприятно. Но я сюда хожу, но я не буду ходить с нарушениями закона. Поэтому, как вы видели, что мы оказались правы из прокуратуры. В прокуратуре мы отказались следовать их действиям, потому что они были неправы, и они в тот же день это признали. Оказалось, что мы правы и они неправы. Сегодня то же самое. Мы здесь пришли по повестке, но мы не будем ничего делать, что пройдет закон. Пусть они пишут, напишут, пусть они платят им больше зарплаты, берут себе лучших юристов, а не тех двоечников, которые у них, видимо, есть. Потому что они привыкли, что люди пугаются, не сопротивляются, и они их хватают где-то на улице, приводят сюда, помещают в изолятор, и потом они дают любые показания, потом они дают любые деньги, чтобы отсюда выйти. Так вот, я ничего, ни шагу не сделаю в нарушении закона. Они меня не за того держат ни Порошенко, ни его подведомства. Вряд ли я смогу перевоспитать президента, чтобы он соблюдал закон, это уже поздно и безнадежно, но это ведомство будет вынуждено соблюдать все, придерживаться всех норм законов Украины. Вот и все. А все время, когда придет время, Семочка будет рассказывать наследствию, которое проведется на нарушение, то есть соблюдение всех правил, чего его вызвал в кабинет Порошенко, что он конкретно ему говорил, почему он поручил меня захватить незаконно. Эти показания еще будут. И тогда это будет намного вам интереснее, чем то, что сейчас мы используем. В любом случае, мы будем делать то, что мы будем делать. Я хотела бы, единственное, что мы видим, что мы видим, в этой публичной справе, что президент Саакашвили появляется, потому что все указали на него обязанности. Но именно в этой публичной справе мы видим, на каком уровне системно наши правоохранные органы порушивают права человека. Если порушаются права президента Саакашвили, когда смотрят на эти правы, то что мы можем говорить о удержании прав простых граждан Украины? И мы с обслуживаемся. Да. Скажите, в админсуд они еще не могут координироваться, все их органы. Поскольку сегодня было здесь, то мы предупредили админсуд, что одновременно это не может проходить, потому что, на самом деле, мы не знаем, сколько времени здесь это будет идти. Но мы... Я, конечно, буду отстаивать свои права в админсуде до конца. Я точно знаю, что у них есть указания от администрации президента отказать мне продление статуса. Но у нас есть 30 дней на обжаловании. Пока я обжалую, пока я оскаржую. Они не имеют жодного права меня депортовать из Украины. Они не имеют жодного права начинать или продолжить процесс экстрадиции. Поэтому мы будем укористоваться всеми легальными методами цепь брудной исправить. Потому что, знаете, они сами создали такую ситуацию. Лишили мне гражданство. Потом говорят, чего этот человек без гражданства ходит по Украине? Как будто я сам себя лишил гражданства. Сами лишили меня гражданства, сами создали реальность, а потом говорят, чего он это бегает, человек без гражданства, и мешает нам жить. Потом они сами возбудили это дело. Говорят, чего? Человек подозревается в том, что агент ФСБ еще ходит по улицам Киева. Как будто это Дух Святой меня во всем этом обвинил и лишил. Они тут ни при чем. А я еще должен оправдываться. Они будут оправдываться. Почему незаконно? Что? Привези мою гражданство. Кстати, как вы знаете, Порошенко за день до моей апелляции в 11 вечера послал письмо высший совет юстиции, по которому он отменяет апелляционный суд города Киева. Он отменяет суд Соломинский, потому что там Набу приняло, получил несколько ухвал на его соратников. Он отменяет Печерский суд, который меня выпустил. Какой суд он оставляет? Он оставляет один из судов? Соломинский? Нет, нет. Он оставляет один из судов, где выполняется Шевченковский, где выполняется Ни один суд его не угодил, кроме Шевченковского. Но самая история в чем? Он понял, что судьи не хотят посадить под домашний арест, и в 11 вечера, когда утром у меня было заседание про домашний арест, Райнин направил письмо в высший совет юстиции в 11 вечера, подумайте об этом, с требованием с косуватой и снуванием апеллятивного суда места Киева. То-то, он и казалось судям, ваша доля в наших руках. Вы измельните за Россия Кашвили, вы будете сам измельнены. Ну, как можно президент так везде оставлять свои следы? Ну, как можно? Как можно? Не мог это, не мог догадаться за неделю это сделать, или за полгода, или на другой день. Как можно в 11 вечера, когда все знают, что утром мой процесс, вот так открыто, ну, не то, что показывает, что тебя это слишком волнует, но просто реально нарушать закон, потому что в 11 вечера такие вещи не делать. Простите, Михаил, можно уточнить? Я правильно понимаю, что вы не пойдете сюда, потому что здесь процессуальные нарушения, но в суд вы тоже не пойдете, потому что не понимаете, насколько здесь. Да-да, нельзя понимать, но мы в суд пойдем обязательно, когда, если назначить в другое время, сюда я приду, обязательно, как только они примут все по соблюдению закона, то есть, они пришлют там две отдельные повестки эти, повестки, две отдельные повестки, с указанием конкретных действий, как это широко по УПК Украины, и тогда, конечно, я приду по каждой повестке, я посеканул время, пройдя два места, но я так не буду делать, я буду делать срока по закону. Записан в законе одно действие в один раз, и второе, они хотят обрасти мою голос отобрать, а тогда, что там, какие-то фильмы, Луценко крутил, в Верховной Раде, мультики, если у них образца моего голоса нет, оказывается, нельзя найти образец голоса Саакашин, можете запросить в архивах ООН, или Белого дома, или администрации президента Украины за последнее, там, 2004 года, образцы голоса мои имеются, нет, им требуется, СБУ нужен мой образец голоса для истории, я им напою, еще такую песню, которую они будут долго помнить, обязательно, поэтому, будем сдавать образцы голоса, это реально, настолько это комедия, это комедия, но это не комедия для тех людей, которые сидят в том изоляторе, потому что там сидит очень много невиновных людей, я не говорю, что все невиновные, однозначно, но так как со мной обращать, я уже честно говоря, вообще не верю этой системы, системы надо менять, иначе очень много невиновных будет попадать под ее жернило, вот и вся история, и ни одна камера не придет за ними, потому что если какой-то бизнесмен, например, белой церкви, которого посадили на 6 месяцев за финансировать террориста, если ты глава житомирских фабрик, который не угодил многим сильным мира сего, и тебя избили и посадили, то за тобой, ну, меньше вероятность, что придут камеры постоянно, их можно бить, их можно сажать, их можно выкачивать деньги по разным абсолютно идиотским обвинениям, самое распространение обвинения финансировать терроризм, половина бизнесменов, богатых, которые были вынуждены, сначала убежат от России с Донбасса, потом, здесь попали под их рекет, вот по этой статье, почему это происходит? не потому, что они что-то финансируют, может, что-то и финансируют, но большинство точно ничего не финансируют, просто, ребятам хочется, хочется покупать себе Mercedes, BMW, жить хорошо, а на этой зарплате это невозможно, а если они выполняют задание, сами знаете кого, то для себя тоже оставляют сферу, где они могут людей просто чмолить вот так, как они это делают, и гнобить в этой тюрьме. Что мы делаем? Я хочу сказать про то, что глупотания нами зареєстровано в канцелярии, а также особисто принял слідчий старший Кобрин, Володимир Михайлович, для розгляду. Еще раз хочу зазначити, что сегодня мы не маем намер идти на слідчие дии, просим перенести, и сподеваемся, что наши глупотания будут задоволены, и мы в ближайший термин отримаем новые повестки с новыми терминами, для того, чтобы появиться и дать необходимые показания. Когда вы думаете, вам дадут ответ? Я сегодня сказал... Как только так сразу, как только они дадут, я приду. Я... Мне совершенно... По одному, коллеги, пожалуйста. А что я сегодня? По апелляционному. Там сегодня будет дать апелляционная спарта. А чья? У нас снимает апелляционную. У нас сегодня запросано? У нас сегодня попередствуем судей. Третьего, третьего. 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 Я хочу еще пояснить. Я подал виск на скасывание указа президента по скасыванию его промодиак. Когда суд должен это было рассматривать? 21 декабря. А там невозможно мне отказаться. Тоже президент поспешил, и за пару дней полностью поменял состав суда несколько дней до этого. То есть, как-то это совпадает. Как только дело касается меня, упраздняют целые суды. Я не знаю, может это совпадение. Меняют состав судей. Возбудили действие против Ларисы Цокол в тот же день, когда рассматривалась апелляция. То есть, президент Украины или я, или мне кажется, и всем вам кажется, потому что очень это все совпадает, и у нас у всех галлюцинация, или что-то не так. Президент Украины явно тратит гораздо больше времени, чем нужно, на дело одного отдельно взятого Саакашилия, у которого нет у меня. То есть, ни денег, ни частых армии, ни оружия, ни даже гражданства. У меня ничего нет, кроме того, что у президента больше нечего делать, как мной заниматься. Извините. Я хочу ему обратиться. Займитесь страной. Хоть вставайте, скажите сегодня. Вместо Саакашвили сегодня я гражданину экс-Украины что-то хорошее сделаю. Вот сегодня я не буду заниматься. Дайте себе обещание. Вот сегодня обетянку. Сегодня я не буду думать и про Саакашвили, а буду думать как про гражданина экс-шмеринки, там, я не знаю, чиналцел, чем с Крыма, чем с Донбасса. И мы обязательно что-то хорошее для него сделаем. Сегодня плохих вещей против Саакашвили делать не буду. Знаете, какая хорошая карма будет? Вот давайте неделю против меня ничего не делайте и делайте что-то хорошее для граждан Украины. Они оценят. Я чуть-чуть отдохну, потому что, честно говоря, трошки то мы все и у нас все будет хорошо. так, Петр Алексеевич, даймитесь гражданам Украины, тем более, что вы меня лишили гражданства. Зачем вам заниматься одним человеком без гражданства? Ну, что я могу такого сделать в следующий день? Поэтому давайте хоть кому-то пенсию получите, хоть кого-то там справедливость помогите, хоть кому-то там пособие верните, хоть кому-то субсидии правильно посчитайте. Вы любите заниматься детально. Вызовите своих юристов, своих посыпаки, своих там и скажите им, сегодня мы сегодня в Саакашире не в программе. Сегодня в Саакашире сегодня гражданка Краученко на премьер-программе и мы ей помогаем целый день. Будет так классно. Я тоже, иногда я постоянно помогал гражданам Грузии. Это такое классное счастье помогать своим гражданам, а не портить им жизнь. Это будет должным образом оценено гражданами историей и кармой, которая у вас улучшится. Вот все, что я могу сказать своему сопольственнику. Но он учился на экономической факультете и я на юридической. Видимо, в этом есть разница тоже чуть-чуть смышленнее. Потому они не до конца понимают законы. А Кубавя надо было брать в себя не Луценко, а какого-нибудь юриста. Тогда у вас были хорошие кандидаты к генпрокурору. А вы взяли человека, который, по-моему, технику с трудом закончил. Так откуда он может на всех этих деталях статья 255 УПК, процессуальные действия, что людей нельзя выкрадать. Он умеет голосом Левитана читать чушь в парламенте. А потом весь мир, Украина отдувается во всем мире от этой чуши многодневными статьями очередным позорами, очередным скандалом. Зачем это? Давайте вместе защищать престиж Украины. Я хочу для того, чтобы Украину не подставлять всячески в мире выставлять в лучшем свете. А вы, они выставляют нас всех по смесячам. Но это нехорошо. Мы не выставимся, но нехорошо. У вас разные цели. Резные цели. Они борются. Они борются. Они борются. Мы не выставим администрацию президента. Но если вы будете вытрачать регулярно что-то. Куда ходит демчина, который должен ходить в администрацию президента. Туда должен ходить максимум в грецах. То, что Семочка общается регулярно это ни для кого не секрет. То, что Семочка выполняет самые грязные заказы это ни для кого не секрет. То, что Аброскин туда ходит регулярно. Аброскин ходит в Порошенко гораздо чаще, чем туда ходит Аваков. О чем это говорит? Что Аброскин лег по ДП и Аброскин через голову министра ЭВД выполняет незаконные приказы. Поэтому я вам скажу больше. Один из полицейских, который я не знаю нужно ли выдавать приказ этот факт но их было несколько поэтому можно. Когда меня арестовывали у меня была высокая температура я лежал на квартире у меня была простуда поэтому ну я реально легко было меня арестовать здоровье чуть-чуть подкачало тогда ибо у меня был брахим ну в общем не будет жаловаться но так вышло что просто вышло из строя. Один из полицейских сказал когда посадили ну другой сказал давайте наручники а не не никаких наручников вы что ребята и он повернулся я сказал Михаил Николаевич я вот слово слово я запомню это на всю жизнь и мы знаем что мы выполняем преступный приказ я уверен что вас скоро выпустят мы очень извиняемся это все временно ситуация в нашей стране все исправится все ставить на свои места я хочу сказать это был видимо ну там ко мне бы рядового не послали правильно вот я хочу ему сказать все поправится есть хорошие люди в этой системе есть хорошие люди которые знают что съемочки этого мира они все будут вот там они не здесь будут сидеть я сидел в вип-камере там вот он из своего кабинета может через крышу перейти в эту камеру потом когда время придет и они же будут его с таким пристрастием допрашивать соблюдением всех процессуальных норм потому что нельзя чтобы этот цирк долго продолжался нельзя чтобы этот бардак продолжался стране нужный порядок порядок никогда барыги не установят барыги умеют только делать вот эту этот разводняк но они не установят сейчас уже есть юридический факт установлен украинским судом что они совершили в моем случае целую серию преступлений подтасовка фактов похищения выкрадания и так далее подтасовка подтасовка за подтасовка прочитайте просто захватывающего чтива Ларисы Цокова ее могут снять но я уверен даже если ее снимут она будущий один из лидеров судебной системы новой Украины которая обязательно состоится очень быстро и вот они то реально в соблюдении всех прав будут их судить вот и все нам не надо по этому кругу ходить нам надо поднимать страну извините что спасибо за то что пришли я вам очень благодарен за то что продолжаете сохранять интерес 3 января у нас суд апелляционный по у меня больно семь у меня будет система звука поэтому как только меня посадят 3 января если посадят под домашний арест то я буду а мне будет скучно еще я буду я обязательно расскажу расскажу и более того этот экран будет виден с окон администрации президента потому что я смотрю на его окна и он может оттуда смотреть на мой экран представляете какое захватывающее зрелище я я сижу на диване без дела с экраном и со звуком ну это очень плохая идея если бы я жил как они кончезаспа можно было меня под домашний арест как Носирова или кого-то но я совсем не смотрю на его окна зачем было так рисковать так что сейчас пойду покупать подешевле детали экрана и микрофоны динамики если вы узнаете адрес укажите и 3 января начинается следующий этап этого мега шоу реалии спасибо огромное спасибо спасибо